Хочу сделать небольшое пояснение, почему у нас в subtotal числа черные, хотя на образце они у нас белые. Давайте вначале посмотрим на то выражение, которое рассчитывает цвет числа subtotal. Зайдем в property, expression 2010 год и рассмотрим немножко выражение. Видим, что условие заключается так, в таком виде, что если у нас сумма за 2010 год больше, чем за 2009, соответственно у нас возвращается зеленый цвет, а если меньше или равно, значит черный. Соответственно, согласно этого условия у нас всегда будет возвращен либо черный, либо зеленый цвет. Если я просто попытаюсь его задать средствами форматирования ячейки, давайте, например, этот text color сделаем зеленым. Вот таким каким-нибудь, да? Давайте более контрастным, таким синим. Вот вроде бы как я задал синий цвет, даже такой голубой. А здесь ничего не поменялось. И это связано с тем, что у нас вычисляемый цвет, он всегда более приоритетий, чем тот, который я задам здесь с помощью свойств. Что можно было с этим сделать? Как можно было сделать так, чтобы только зеленые ячейки, которые вычисляются, были зелеными, а все остальные цвета оставались цветами по умолчанию? Для этого мы должны были бы убрать условия else. То есть в нашем выражении мы можем условия else вообще убрать. И тогда получится, что при выполнении выражения у нас цвет будет меняться на зеленый, а при отсутствии выполнения, то есть в противном случае у нас останется цвет по умолчанию. Вот я убрал условия else, рассчитывая только условия условия, нажимаю ok, и видим, что ячейки наши посинели. Это, наверное, более правильно было бы сделать белый, как образ C. В общем так, просто я решил не возвращаться на пару шагов назад при записи ролика по созданию отчета.